В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. О перспективах развития асфальтного завода. На выездном заседании представители администрации ответили на вопросы журналистов. Профилактика заболеваний. Вступил в силу новый порядок диспансеризации и медицинских профосмотров. Старт-парад «Весенний маскарад». Фестиваль воспитанников архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств. Далее расскажем обо всем подробно. В начале года в акционерном обществе «Асфальтный завод» работала ревизионная комиссия. Специалисты проверяли финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в частности банковские и кассовые документы, ведомости начисления зарплаты и других выплат. Тогда ревизионная комиссия признала финансовую деятельность завода недовлетворительной. Об особенностях работы предприятия и перспективах его развития поговорили на встрече нового руководства завода с журналистами. Из бункера накопителя готовая асфальтобетонная смесь отправляется в грузовик, который доставит ее в пункт назначения. В ближайшее время порядка трех тысяч тонн уйдут на ремонт участка дороги до детского лагеря «Березка». Материал, произведенный на заводе, пойдет на асфальтирование дороги от первого КПП до поселка Стеклянного. На встрече с журналистами говорили о программе модернизации предприятия. Мы понимаем, что нам нужно такую программу модернизации строить, планировать под нее ресурсы, потому что все это в итоге отражается на содержании городских дорог и на качестве городских дорог и улиц, которыми мы все ежедневно пользуемся. Завод производит 100 тонн асфальта в час. Процессом управляет специальная электронная система. Установка работает на газовом топливе. Ее обслуживанием занимается 6 человек. Площадь завода 5 гектаров, большая часть которой отведена на складирование исходных компонентов. В оптимизации деятельности завода, по-видимому, нужно будет сократить занимаемую территорию, потому что мы с вами понимаем, что если территория значится за заводом, возникают либо арендные платежи, либо налоговые платежи. Это все усложняет экономику завода. Все компоненты будущего асфальта проходят проверку на качество. После этого определяется дозировка материалов. Данные загружаются в программу и начинается процесс изготовления асфальтобетонной смеси. Если исходные компоненты имеют ненужные характеристики, то качество асфальта получится ненадлежащее. Работа асфальтного завода носит сезонный характер. Зимой этого года, когда предприятие не функционировало, там прошла ревизионная комиссия по проверке финансово-хозяйственной деятельности. Некая точка среза, где мы находимся в этот момент. В этом слове нет ничего страшного, это просто объективная картина того, как сегодняшний день вряд ли себя чувствует. Комиссия проверяла банковские и кассовые документы, ведомости, авансовые отчеты, договоры с поставщиками. Специалисты сделали вывод о недостоверности бухгалтерской отчетности за 2017 год. Согласно заключению комиссии, закупаемые для производства материалы списывались бесконтрольно, что привело к их перерасходу. Вывод ревизионной комиссии – признать финансовую деятельность завода неудовлетворительной. Это подтверждает убыток, полученный акционерным обществом за 9 месяцев прошлого года. Он составил практически 7 миллионов рублей. В проверяемые периоды средства расходовались не по назначению, не своевременно и не обоснованно. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Всеобщая диспансеризация для граждан России была введена в 2013 году. За последние 5 лет программой охвачены практически все дети, а также официально трудоустроенные взрослые населения страны и пенсионеры. Профилактические осмотры позволяют выявить опасные заболевания на ранних стадиях. В этом году вступили в силу изменения в порядок прохождения диспансеризации. Теперь люди старше 40 лет могут проходить медосмотры ежегодно. Выявление на ранних стадиях развития хронических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других факторов риска, которые приводят к инвалидности и смерти человека. Это задачи профилактических медицинских осмотров в рамках диспансеризации. Объем обследования зависит от пола и возраста пациента. Как сама диспансеризация носит добровольный характер, так и от каких-то видов обследования тоже пациент может отказаться. Но существуют обязательные виды обследования, особенно для раннего выявления онкологических заболеваний, которые нужно пройти ему обязательно. В мае вступили в силу изменений в порядок прохождения диспансеризации. Граждане старше 40 лет могут проходить медицинские профилактические осмотры ежегодно. Теперь не нужно искать свободное время на работе или писать заявление на административный отпуск для того, чтобы пройти медицинское обследование. Работодатель обязан оплатить день, проведенный в поликлинике. Для категории предпенсионеров – два дня. Сама диспансеризация проводится бесплатно. Эффективность диспансеризации определяется охватом населения. И нам, конечно, нужно охватить как можно больше населения диспансеризацией этими медосмотрами, чтобы получить какую-то эффективность этой диспансеризации. Поэтому мы, конечно, призываем все население нашего города обязательно прийти в поликлинику по месту прикрепления, кто в первую, кто во вторую, и пройти диспансеризацию. В первой поликлинике большую часть медицинского персонала для проведения диспансеризации разместили на пятом этаже. Это сделано для удобства пациентов, чтобы они как можно меньше времени проводили в ожидании приема специалиста. Для прохождения медицинского обследования можно записаться любым удобным способом. Можно обратиться в регистратуру, и ему сразу скажут кабинет, где проводится у нас диспансеризация. В первой поликлинике это кабинет у нас 519-й, и во второй поликлинике это 307-й кабинет. Можно записаться по телефону, можно записаться на сайте. На первом этапе диспансеризации проводится анкетирование пациента, сбор анализов, измерение антропометрических данных и глазного давления, проведение флюорографического и ЭКГ-обследования, онкоскрининг. Если выявлены факторы риска, то пациент направляется на второй этап к узким специалистам. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. В Сарове появится Центр культурного развития. Здание будет построено южнее дома номер 13 по улице Озерной на площади почти 3000 квадратных метров. На сегодняшний день предполагается, что новое здание будет двухэтажным. В нем разместятся учебные классы и мастерские для творческих занятий, а также универсальный зал, в котором будут проводиться танцевальные вечера, лекции и просмотры фильмов. Проект стоимостью в 214 миллионов рублей реализуется в рамках кластера Арзамас Дивеева-Саров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровское отделение общественной организации «Дети войны» отметит пятилетний юбилей. Торжественное собрание по случаю этой даты пройдет в пятницу 24 мая в актовом зале Дома Учителя по адресу улица Гагарина, дом 6. Начало в 15 часов. Приглашаются все желающие. Вход свободный. 26 мая на территории нашего города и по всей Нижегородской области стартует месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Его главная цель – сформировать у граждан и особенно среди молодежи негативное отношение к употреблению наркотиков. В рамках месячника в школах и других образовательных организациях пройдут мероприятия, направленные на профилактику употреблений и участие в незаконном обороте наркотиков. В Сарове пройдет семинар на тему банкротства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Встреча состоится в Центре поддержки предпринимательства 27 мая. Начало в 11 часов. Семинар проведет нижегородский юрист Ирина Захарова. Приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Пограничников считают элитными войсками. Но их элитарность заключается вовсе не в каких-то особенных привилегиях, а в большой ответственности за каждый шаг. И даже уволившись с военной службы, они сохраняют традиции боевого братства и занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Саровское отделение областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» приглашает саровчан на традиционные мероприятия по случаю празднования Дня пограничных войск. Андрей Каплин служил еще в Советской армии, а Валерий Глушук уже в Российской. Они охраняли государственную границу. Один на востоке, другой на юге нашей Родины. Теперь они снова делают одно дело. В составе общественной организации пограничников занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения и сохранением боевых традиций. Так, ко Дню пограничных войск они готовят несколько мероприятий, которые откроют концерт в парке Зернова 27 мая. Это будет в 6.30 вечера. Приглашаются все желающие, будут давать праздничный концерт коллективу нашего города. Будет очень интересно. Будут выступать дети. Такие встречи в рамках праздничных мероприятий – это еще одна возможность увидеться с друзьями, сослуживцами и почтить память тех, кто погиб, выполняя воинский долг. В 8 часов вечера ветераны пограничных войск проведут общественно-культурную акцию «Боевой расчет». Традиция пограничных войск, как происходит на пограничных заставах. Перед тем, как наряд уходит на охрану государственной границы, им ставится боевая задача. Желающие посмотреть, как это происходит на самом деле на границе, могут прийти, послушать, посмотреть, увидеть все это. А уже 28 мая в 11 часов в сквере за зданием администрации состоится торжественный митинг и церемония награждения ветеранов пограничных войск. Закончится мероприятие возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам и автопробегам по улицам города. Елена Грискова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей СОРО-24. Парад ярких масок различных культур и эпох. В Доме молодежи прошел весенний маскарад. В формате отчетного концерта воспитанники архитектурного отделения детской школы искусств представили гостям праздника свои творческие работы, которые были посвящены году театра. Подробности далее. До выхода на сцену осталось несколько минут и в гримерках вовсю идет подготовка к выступлению. Все должно быть на высоте. Девочки подклеивают детали, которые отвалились во время транспортировки масок и делают завершающие штрихи. Один из номеров отчетного концерта – показ дизайнерских венецианских масок. По словам воспитанниц архитектурно-художественного отделения, они работали над ними почти два месяца. Мы выполнили, чтобы было объемно. Перья также продают особый шарм, можно сказать. И, конечно же, красивые блески, реснички, чтобы было очень ярко и заметно. Бумажные перья, пайетки, ажурные детали добавляли маскам воздушности и невесомости. Но добиться такого эффекта было нелегко. Самое сложное – это прорезать все детали, выполненные в готическом стиле. Если венецианские маски поражали изяществом и легкостью, то полной им противоположностью были маски коренных народов Африки. В соседнем зале младшая группа готовилась к выступлению на сцене под звуки там-тама. Поделки, выполненные в половину роста ребят, были сделаны из бумаги и подручных материалов. У каждой свой неповторимый дизайн. Мы делали эту маску. Основа была картон. Украшали тоже картоном и вот такой вот бумагой. Волосы мы делали из шпагата и шерстяных ниток, раскрашивали гуашью. Весенний маскарад архитектурно-художественного отделения детской школы искусств был посвящен году театра. На сцене мальчишки и девчонки представили зрителям лики древнегреческих богов и героев мифов. Итальянская культура была представлена в интерпретации картин Джузеппе Арчимбульда. На сцене танцевали овощные человечки, сделанные ребятами из бумаги и красок. А еще и веселый зоопарк, часы и многое другое. Работа уникальная, сделана по эскизам, по своим. Дети рисуют, дети проектируют, дети придумывают и потом это воплощает материал. Всего в старт-параде приняли участие более ста воспитанников детской школы искусств. На отчетном концерте каждый ребенок выступал со своей поделкой, над которой он кропотливо трудился в течение нескольких месяцев. По окончании учебного года творческие работы детей будут представлены на выставке в детской школе искусств. В Нижнем Новгороде завершился чемпионат и первенство Нижегородской области по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. Наш город на соревнованиях представляли 35 спортсменов. Воспитанники Дюз Шикар завоевали 13 призовых мест. Сыровчане стали обладателями 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей. Подробности далее. Программа соревнований составляется с учетом сильных и слабых сторон спортсмена. С одной стороны нужно показать то, что получается лучше всего, с другой – отработать элементы, которые пока западают и даются сложнее. На прошедших областных соревнованиях саровские акробаты поднимались на предестал почета несколько раз. Тамаре Давыдовой не было равных в своей возрастной группе. В Саров спортсменка привезла золотую медаль. То, что я заняла первое место – это моя работа на тренировках. Я очень много работала и собралась на соревнованиях, смогла выступить. По итогам соревнований Женя Кульков завоевал золото и первый спортивный разряд. Участвовать в областном первенстве для него уже привычное дело. Но выходя на акробатическую дорожку, без волнений никуда спасает одно – поддержка друзей наставника. Наши все болели за меня. Тренер тоже подсказывал мне все. На чемпионаты первенства области в Нижний Новгород отправились 35 воспитанников спортивной школы ИКАР. Соня Голубкова успешно выступила на городских соревнованиях и пришло время показать себя перед акробатами со всего региона. И этот опыт юной спортсменки оказался удачным. Я делала эти комбинации. Я уверена была, что у меня все получится и у меня все получилось. Некоторые попадали, а некоторые сделали более простые комбинации. У меня, если честно, была самая сложная комбинация в своей возрастной категории. В каждой возрастной группе на чемпионате свои критерии. Чем старше спортсмен, тем сложнее программа и выше трудность. Саровские спортсмены привезли с соревнований не только медали и грамоты. У нас вот сейчас выполнили три человека кандидата в мастера спорта. Выполнили. Первый разряд три человека выполнили. Первый раз один человек подтвердил кандидата. По итогам областных соревнований определился список спортсменов, которые осенью поедут на первенство России в город Старый Оскол. Состав сборной от нашего региона усилит и саровчане. Впереди вас ждет прогноз погоды. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»